От Иоанна, 7 глава, 37-й, 52-й стих, есть 8 глава, 1 стих, 12-й. Допрашивает человека, как он исцелел, и делает вывод, народ не сведущ в законе. Проклят он. Вот я дохожу до этого места и вижу прямо сегодня. Народ, который кормит священников, питает их, одевает, и жилища, это все от миряна не берут, то где бы священник-то взял, он же на стройке-то не работает. Подходят, руки целуют. Но вот маленькое испытание. Народ начал пробуждаться. Своя мысль появилась. И не так мыслят, как попы, и не так, как монахи. Сразу проплит он. Невежда в законе. Так этого невежда-то в законе, ты же учил. И там стоят бабки, которые по 30 лет ходят в храм, по 50. Значит, плоды у тебя все проклятые, поп. Вы думаете, что это страшные слова? А ведь они совершенно на полном серьезе это сказали. Народ-то невежда в законе. Да вы-то, призванные ливийное колено, вы тем только и занимались, что учить вам Бог в земли не дал. Одиннадцать-двенадцать колено землю-то разделили на одиннадцать шестей, чтобы вы копались не в земле, а в законе. Там рылись, жемчужины доставали, народу давали. Вас кормят и поют, а вы не кормили, не поели, а шкурку-то сдирали. Шорстку-то стригли. Вывод и характеристика всему народу. Народ проклят, он невежда в законе. Вот сейчас исследует мироточение икон, и председатель, и гумен. Говорит, что скрывать? Народ невежественный наш, он ничего не знает. И не где-то, а в центральной газете пишет, на весь мир. Исследуются и говорят, небесовская ли сила, эта голова нам дурит, отнимает время на этих мироточениях, на иконах. Я неоднократно это употреблял уже в книгах. Народ невежественный. Я этого не могу сказать о вас, ни об одном. Потому что вы слышите Слово Божие. Вы читаете его. Народ невежественный тогда, когда закона нет. И к этому состоянию, 1600 лет от Моисеева закона вели. Еврей на еврейском языке учил. 1600 лет и вывод один. Экзамен не сдан, проклят. Все ученики проклятые, а они хорошие учителя. Взяточники, крохоборы, здоровые, жирные, какие угодно, Господь их. Вы все отзирали с народа. И дали оценку своему труду. Это прямо на сегодняшний день. А как это исправить? С себя. Закон надо изучать. Не просто кодилам как крутить. Их учат в семинарии повернуться, когда архиерейское служение особенно трудное, великопостное, триодик. А кто их? Все изучают, а закон не знает. Ты говоришь, а что это за цвет книга Евангелия? Он не знает даже. Какое место не приведешь. Вы помните, когда Покровская была, священники, и при этом расположены, так стояли. Одно место сказал, и не в Попад не стал место. Да, хорошо, что вы знаете. А у нас женщины, обыкновенные сестры стоят, и они позавидовали. Наш народ не может быть невежественным. Русский народ, он ничем не хуже других. Говорят, еврейский народ умный. Умный на что? По общему, если взять, по обиранию других народов золото выкачивать. Почему он умный? Он умный тогда, когда исполняет закон. А закон его приводит ко Христу. Вот где еврейский народ очень умный. Когда сохранили они закон. Этот закон приводит к совершенству, и народ не может быть невежественным. И далее Господь говорит слова такие. Кто будет веровать, у того, из чрева потекут реки воды живой. Я решил проверить слово из чрева и потекут. Нигде больше вибрия не встречается. Чрева, и чтобы вода текла, известно, так и низом вода течет. Это весь мир знал, это естественные потребности. Но чтобы из чрева чистые воды текли, это ясно, надо возвыситься, чтобы из языка говорящим надо стать. Естество изменилось, и какая-то вода, которая реками сделается, потечет через язык. Это сверхприродное. А то естественное все. И вот Дух Святой показан был на водах Иордана в виде голубя. Господь является в виде Агнуса. И я подумал, случайно это или нет, что мой брат держит овечек. И ни одного голубя. У меня только голуби и ни одной овечки. Я стал обо всем задумывать, и какое дополнение Бог дает, чтобы мы задумались. Он-то имеет какую-то корысть. Продает, привозит мясо. А от меня-то никакого нет. Только только что от них отходят и дают. И в этом тоже есть, что радость, все полезное. И воды, и там, и здесь соединяется на водах. Где? Воды крещения. И Дух Святой изображается в виде воды. И сие сказал о Дусе Святом. Надо быть говорящим. Я посмотрел. У меня выходят книги. С седьмого тома я стал печатать материал, называется проповеди, сказанное богослужение. В 2004 году. И до шестнадцатого тома вышло 525 проповедей. Только напечатаны, которые помогли сохранить. 525. Да это, наверное, на весь Алтайский край они сделали. Это уже не говорящие, а суперговорящие. Если результата никакого не будет, я жаловаться на вас Богу буду. Господи, почему же они плода-то не приносят? 525 проповедей с 2004 года. Даже и два года еще фактически не прошло. Ведь это немало. Это означает моря воды. Бог так устроил. И вот сегодня мы будем колено преклоненные молитвы. Раз в году такие молитвы считаются. Это как бы намек на то, что если в Духе Святом мы будем, мы будем не тысячи дней стоять на коленях, а всю жизнь. Это образец. И молитвы наши вот такими будут продолжительными. Как Серафим Саровский молился, и служба кончалась, а он плакал. Неужели служба кончилась? Вот так надо углубляться в молитву, радоваться. Общению. Не по времени смотреть, как бы лишнее время не потерять, напрасно потраченное время. Я говорю, что я подсчитал так, чуть-чуть, немножко, то получилось, что я провел на молитве за 44 года 1100 дней, суток полностью. Это минимально, меньше кажется, уже некуда. Я могу сказать, Бог дает ответ на молитву сразу. Мы не знаем, на чьи молитву Бог ответит, но ты всегда твердо верь, что эти реки Бог тебе дает. Ты пьешь. На молитву Бог ответил. И просящему даст Духа Святого. Такого нет, кому Бог не давал. Будешь просить хлеба, будешь просить воды на дачу, а Бог даст Духа Святого. Чего бы ты ни просил, а ответ один дал Духа Святого. Вот что самое-то важное. А почему? Потому что и в дожде, и всюду, и везде, податель жизни благих везде, Дух Святой. Все наполнено им. Так, что из чрева потечет, нет больше в Писании. Река воды живой. Хотел ссылку сделать, только-то один раз и в Откровении. 22 глава, 2 стих. По ту и другую сторону растет древо жизни. А 22.1. И показал мне реку чистую, воды живой. На небе вода, да какая вода? Дух Святой. Благодатное насыщение Духом Святым. В вечности. 22 глава Откровения, это последняя глава. Вот и есть стяжание Духа Святого. Это непрерывное послушание Богу. Вот сейчас привезли от Русской Зарубежной Церкви уставы. Какие у них там были, чем она жила, Зарубежная Церковь. И отдельные главы. Итак, глава по-русски, глава по-английски. Перевод отличнейший, наверное. Я не знаток, так посмотрел. Просто супер перевод. Для монахов специально. И обоснование монашества 10 мест Писания. Вот по тому монашество и дальше, как Христос сказал. Ни одного места Писания нет к месту. Писания не знают. И такое Господь, да почему не стяжательные монахи, а Господь сказал, отверглись всего. И точка. Да там запятая стоит. Дальше-то следуй за мною. И вы же обманываете. Где это написано, Господь кого это сказал конкретно? Он не сказал разве эти слова? Почему их вычеркиваете? Следуй за мной. Это значит не в монастырь. Это ты бы обманываете людей. А это следовать за Господом. Быть говорящим. Быть свидетелями. Напомнить мир проповедью о Христе. На Бог может сам обратить? Да, но Бог установил закон. Земля вращается в одном направлении, а не в другом. Отливы и приливы. Лето-зима. И так будет до пришествия Христова. Ну а мог бы сделать? Мог, конечно. Но зачем Богу ставить такие правила? Бог сказал, обращаться друг от друга человек будет. Через слышание. И никаких видений. Никаких чудес. Бог не дал для обращения людей через чудеса. Все закончил. Он уже там вот говорил. И поэтому, когда люди любят хвалиться где-то, я вас учу хвалиться. Умейте хвалиться. И написано, хвалящийся, хвалить Господом. Освестательный знак. В повелительном наклонении Господом. Похвалитесь, что а у нас все библейское считается на русском языке. И епископ наш знает и не запретил. Аллилуйя. А у нас надписи на русском языке. И епископ знает и не запретил. Аллилуйя. Хвалящийся, хвалить Господом. И мы все услышали проповедь о Христе. Евангелие. И, Господи, как хорошо, что тебя были переводчики на русский язык перевели. Прекрасный перевод. Аллилуйя. Хвалящийся, хвалить Господом, что Он нашел тебя. Я услышал. Поверил, открыл сердце мое. Наполнил уста моей рекой воды живой. Аллилуйя. Вот это означает жизнь в духе за все благодарящее. Мы не знаем, что будет завтра. Как лучше? Вот звонит. Примерно вчера. Поехали, я говорю, со мной. Ты увидишь потеряеку. Все-таки ты с Латвии приехала. Любишь мою жену. А мне уколы ставить будут. Какие уколы? Да я простыла. Простыла и уколы. Как это связать-то? Это простыла. Да очень хорошо. Организм от ненужного избавляется. Не надо ничего делать. Так а температура. Да это очень хорошо, что температура. Ты спать меньше будешь. Ты будешь чаще переворачиваться. Бога благодарить. Брось все. Конечно, я похвалился Господу. У меня ни одной таблетки, ни одного укола. Нет. Ты знаешь, мое какое здоровье? Это железное. Просто я удивляюсь, сколько Бог дает здоровья. Не надо ничего. Ты свидетельствуй Богу. И тогда ты будешь ободряться. Невеста израненная. Встала. Не нашла Иисуса. Он был с ней? Нет. И она стала стражником говорить. Они ее раздели, избили. Дальше она нашла Иисуса. Когда над нами смеются. Нас долгают. Это благодарность Богу. Когда мы болеем, аллилуйя. Это Бог нас ищет и приближает. Страдающий плотью перестает грешить. Где нет греха, там святость. Понимаете, как все в одно соединяется. Это мы сегодня на коленях должны припомнить. Это не просто колени больно. Ты скажи, Господи, да как я не приучен к молитве. По лесу таки не молюсь. Щетки уже где-то заплеснивели. Вот хоть маленько нас здесь в храме-то, Господи, через длинное-то богослужение. Это растревожь. Особенно в день святой верной Пятидесятницы. Книга Иова, 22 глава, 7 стих. Ты утешал жаждущим. Но если ты не подавал им воды и прогонял просящим хлеба, горе тебе. Иова, 22, 7. Подавать не только воду. Хотя, конечно, и воды надо давать. Кто бы ни пришел, ты сразу начинай ему говорить о Господе. Два слова. А дальше о Господе. Два слова, и Бог как-то усмотрит. Как он усмотрит, я не знаю. Просто я не знаю всех способов. Вчера ко мне залетел голубь, поймал, позвонил. Сейчас человек уже приехал, директор генеральный. Он от это все продукты через него. И он приехал за голубь, и я успел ему сказать. И тургия идет, я не могу. Тут я вышел, я знаю, понимаю. Совершенно не хотел ничего слышать. Бог как делает. И воскресный день, да я понимаю, там, поминали, начинают вспоминать. Через птичку, опять же, через голубя. И Господь трогает его сердце. И пошел, вижу, такой смиренный. Да я другим о вас рассказал, да, чтобы еще кто-то помог. То есть люди работают. Я немножко опять. Не надо просто хватать и тащить. Он сам это все видит. Считает книги. Идет процесс преображения. Разве это не чудо? И вчера два человека специально пришли с городской администрации. От мэра города привезли мне поздравительные с днем рождения и духовные пожелания. Это вообразить даже нельзя. Какое? С лишней подписью я сегодня вам прочитаю. Но я в ответ ему 15-й тум, чтобы он тоже обратился. Мы не знаем, как Бог делает духом святым разворачивать. Как он сродняет, прилепляет одно к другому, чтобы новая виноградная кисточка выросла. Я абсолютно точно могу сказать, что он уже гонителем не будет таким, каким мог быть. Потому что благодать уже касается. Зачем бы ему помнить мой день рождения? Я даже не знал. И специально двух людей подослать. Даже как-то страшно делать. И что это? Мы не знаем внутреннего процесса. Книга пророка Исайя 32.6 Невежда говорит Напитать душу хлебом Потому что не следует И жаждущих отпускает ни с чем. Вот чего с нами, чтобы не было. Всегда у нас в запасе должно быть Слово Божие. Поехал брат в Америку Синод Я ему дал свой подрясник А в карман заложил Новый Завет Так и пришел Пришлось открывать или нет? Но где? Библия Златоуз говорит Тот дом делается незасигаемый для демонов Всюду и везде держите Слово Божие Сверху ничего не ложите И скажите Превыше всего труд Духа Святого В чистом виде труд Духа Святого Это Святая Библия Исайя 66.13 Господь говорит Если кто ко мне обратится То рабы мои будут пить И не будут никогда жаждать Евангелист Иоанн 4.14 Передает слова Христа Кто будет веровать И пить воду Которую дам Тот не будет жаждать вовек Но вода, которую я дам ему А она Сделается источником воды Текущим в жизнь вечную Но если не данная эта вода Как она может течь? А дальше-то жизнь вечная Все знают Жизнь вечная А связь-то прямая Чтобы вода тебя туда Это вынесло Слово Божие Если Евангелия-то не было Народу не давали Мы не знаем что Но только это не евангельский путь Чтобы слепых людей вести Богу это не угодно Почему сегодняшнее чтение Такой прыжок делает В 8 главе 1 стих Что я свет мира И я открываю очи Я промываю ваши гнойные глаза Возьми мою мать Слушай мое слово Купите у меня Золото огнем очищенное Откровение 22.17 И дух И невеста То есть церковь Христова Говорят Приди Жаждущий пусть приходит И желающий Пусть берет Воду жизни даром Самарянка не поняла сразу Трудно понять Родиться свыше Он в старыми категориями Утрубы матери войти Учитель Израилев Этого не знаешь Женщина Дай мне такой воды Чтобы во дворе У меня был источник Не ходить Вот вода бы Наполнялась Наполнялась Господь говорит Текущая в жизнь Вечную Это другая вода О ней надо рассказывать Вот когда человек Считает Слово Божие Он не будет задавать вопрос А телевизор покупать Или не покупать Не покупать А если есть разбейте Он вам не нужен Если есть Хороший видеопильм Только посмотреть Но это уж На самый последний случай Не надо Потому что у тебя Вода текущая в жизнь Вечная Зачем тебе Мутные источники И Господь говорит Два зла Сделал народ мой Каждый И это зло Помогли сделать священники Меня источник воды живой Оставили А выстекли себе Водоемы Которые не могут Держать воды Иеремия 2.13 А это все остальное Все Все что не Библия Все что не Слово Божие Сегодня Да Будут украшены ветками А ветки То зачем нам эти нужны Лишние березы Ветки обрезали Это напоминание Как Израиль шел Находился в кущах Когда ему крыша Не мешала Слышать голос Божий Прямо Соединенная с природой И что Читаем в Священном Писании Самые великие откровения Благодатные Бог давал на лоне природы Нагорная проповедь Гора Сион Бог дает закон Крещение на Иордане А последний раз Мы видим Вот они находятся Уже и в доме Уже собрались Как будто от страха Они боятся Закрыты Бог разрывает все преграды И дом наполняет То есть Дом это церковь Церковь должна быть Сегодня наполнена Этим дыханием Бурного ветра Духа Святого А раз бурный Значит Все погаснет Он наполнит уста Мы вообразим Так вот сегодня В храмах Католиков Почти миллиард И вдруг бы Дух Святой Сошел И на православных Да почти Полтора миллиарда Сегодня Говоронов-то вышло бы До всех говорящие До дома Всем начали свидетельствовать Да ведь Не три тысячи Тогда обратилось бы сегодня Хотя каждый день Обращаются Не три тысячи Сегодня Принча Соломона Двадцать пять Двадцать пять Что холодная вода Для утомленной Жажды Души То добрая Весть Из далекой страны Вот когда Жарко Воду дадут Да еще с кусочками Льда Допустим Человек Как радуется Благодарит А где вы такой Напиток Сохранили Холодный Из дальней страны Но мы получили Хорошую весть Из Сан-Франциско Соединение Не произошло Но и не отринули Дальше будут работать Мы из дальней страны Получили добрую весть Но самое главное Мы с неба Получили добрую весть Что Дух Святой Он сходит на всех Кто будет просить Он не сказал Что кто-то ему не нужен Слабый Какой бы ты ни был Приди и склонись И написано Что все Слышали говорящими Вот если бы все Это сегодня заговорили И каждый на своем Морече услышал Вот это и соединение Было бы С патриархией С католиками С сектантами Со всеми соединились бы Вот он Где Дух-то говорит На иных языках Это и есть подлинный Экуминизм Экумина Это означает Община Люди-то слово боятся Экуминизм думают Слово-то Коммунизм Это хорошее Слово Комун Коммун Общее Понимаете Люди боятся Слово фашизм Это прекрасное слово Означает Связка То есть все вместе Как веник не сломать Плохо Фашизм Национал Вот что смертельно Когда ненависть К человеку И национал Коммунизм Вот что плохо А когда все общее То Дух Святой Дает Чтобы было одно сердце Продавали имение Мы считаем Слово Божьим Это как раз Объединяет нас Нас ничто не объединит Как только Дух Святой Сегодня надо молиться Как раз об этой Экумении В Духе Святом Матфея 10.42 Если кто Напоит Жаждущего Чашей холодной воды Не потеряет Своей награды Да и во имя ученика И он не потеряет Награды Своей У вас есть только Рядом соседей На даче Вам так удобно По разным причинам Говорить Едете или Не молчите Поставьте себе задачу Как едешь на даче С кем-то заговорить Возьмите материалы Кому-то раздавать Не сидите на месте Завтра будет Еще труднее Мы Испытываем Благодатнейшее время Молитесь за руководство Стороны Продлил Господь Еще эту милость Даже невозможно Сказать Какую мы имеем Свободу Никогда В России не было Такой свободы Такой полнейшей Совершеннейшей Всякие секты Все существуют То как хочет Печатай книги Ни одного цензора нет Выступай по радио Ну под свою станцию Строй Регистрируй В Москве Санкт-Петербурге Есть круглосуточно Православная радиостанция Говорят Даже невообразимо Неужели это может быть И не поняли Ничего люди Это Все труд Духа Святого Книги Бытие 24-17 Когда Илья Азар Поехал Со своими верблюдами Пошел выбирать невесту То он загадал Какую Увидел Сейчас девица Которую я попрошу И даст мне напить И он побежал К ней навстречу И сказал Дай мне Испить немного воды Надо уметь просить Женщина-самарянка Просила Господи Дай мне этой воды Надо учиться Просить у Господа Дай мне Духа Святого Господи Развяжи мой язык Костноязычные Заики Моисей Это ведь заика был Так что заика Не стесняйся этим Ты подобен Моисею Ты можешь писать Бог разверзет твои уста Развяжет язык Книга Исход 17-2 Народ стал роптать И Моисею пришлось Вывести воду из скалы Это пример Что воду Мы можем В самой неблагоприятной Обстановке Вывести Из своего Каменного сердца Только любить Господа Господи Ударь жезлом твоим Чтобы разверз здесь уста Чтобы я всем говорил О великой любви Божией Что он любит нас Любит русский народ Как много нам дал всего И какие мы оказались Бесчестны Неблагодарны Эти слова Говорила царица Незадолго перед расстрелом Как неблагодарен Русский народ Неблагодарен Что она вложила в это По отношению ее Я скажу Это черта Несвойственного Русскому народу Неблагодарна Это щедрый народ И какой сделался Жестокий Библию уничтожали Храмы ломали Почему? Потому что в глубине Не было Библии В глубине не было Ни один баптист Купола не ломал Ни один Нигде никто Никогда Те которые назывались Евангельским Почему? Библия уезжала Даже не будучи Православными Они вели себя Тысячекратно Лучше православных Третья книга Сарф 17.10 Илья увидел Женщину и говорит Дай мне Немного воды И все думаешь Там немного Почему они так просили? А проверяли Многое попроси Так и не дашь Надо быть довольным всем Ты свой дар Определи И скажи У меня дар Рано вставать А завтра скажи А у меня дар Знать нужду ближнего И возносить на молитве А у меня дар Давать добрый совет То есть свой дар Определи Размножая его Господи Дай мне еще немножко Увеличить мой дар Дай мне еще немножко пожить Дай силы мне Просить этой воды надо Иоанн 4.15 Женщина говорит Дай мне Этой воды Чтобы не приходить Я делаю вывод Надо уметь просить Люди просят Ненужного Дым в рот Говорит У любого Прошу закурить Я говорю А если есть хочешь Да я что До такого унижения дойду Дьявол все извратил Вот то надо бояться И не брать А подойти и сказать У вас есть слово Божие Когда апостолы зашли В синагогу То к ним начальник синагоги Подошел и говорит Братья у вас есть слово сказать Если кто к нам будет приезжать Вы всегда К этим людям Через батюшку конечно подходите У вас есть слово наставления Я вам даю слово наставления Последний раз может быть В жизни Я выезжаю на неделю Во вторник Потом вернусь Ну уже воскресенье Следующий я Точно здесь не буду Так что это моя последняя Может быть проповедь И поэтому Пусть она для вас будет Как девиз Жить в Духе Святом Чтобы весь Всю жизнь Соделать Пасхой И Великой Пятидесятницей Аминь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»